В честь 50-летия полета первой женщины в космос в отделе литературы для детей и юношества Брестской областной библиотеки имени Горького при поддержке представительства Россотрудничества в Бресте состоялась презентация книжной выставки Валентина Терешкова «Мисс Вселенная». Сотрудники библиотеки считают, что такие памятные даты нельзя обходить стороной, а наоборот, больше рассказывать о них подрастающему поколению. Тема сегодняшней встречи, соответственно, тема такой знаковой, просто глобальной событий в истории человечества, юбилей этого события отмечался широко в этом году, 50-летие космическому полету первой в мире женщине-космонавта. Но почему встреча не рядовая? Потому что в областной библиотеке появились, как вы знаете, новые интересные очень партнеры, инициативные. В общем-то, они инициировали вот эту новую тему в нашей мастерской знаний. На какой-то момент она стала просто «Мисс Вселенная». Еще каких-то полвека назад общественные организации всего мира считали за честь пригласить к себе первую женщину-космонавта. Да, мы в парикмахерской просили прическу, как Терешковой. А благодаря позывному Валентины Владимировны «Чайка» часы этой модели раскупали в первые же минуты привоза. Именно это иллюстрировали разнообразные вырезки из журналов, газеты и книги с фотографиями Валентины Терешковой. Конечно, это подвиг, но самое главное – это вот ее жизнь после полета. Потому что там, ну, трое суток она была в космосе, потом она приземлилась. И то, что у нее не случилось звездной болезни, то, что она оставалась, ну, и до сих пор остается. Потому что сейчас этой женщине 76 лет, но она в строю, она, значит, помогает своему родному городу Ярославлю. Послушать о героической женщине из Ярославля пришли ученики средней школы номер 3. С каждой минуты десятиклассники узнавали все больше о просторах Вселенной. В завершении мероприятия был продемонстрирован фильм о легенде космоса 20 века героической женщине Валентине Терешковой.